МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неоднозначное решение. Суд вынес вердикт по дворцу спорта. Наказание отменили, отсудимости освободили. Барнаульскую неоязычницу оправдали спустя год. Дефицит устранили. На Алтай поступили первые 500 тонн газа в баллонах. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Вне игры дворец зрелища спорта будет закрыт до устранения противопожарных нарушений. Правда, при этом ненадолго он может все же открыться. Вот такое неоднозначное решение вынесут железнодорожный район Барнаула. Ледовая арена сможет распахнуть свои двери как минимум на 15 дней. Столько времени отводится до вступления решения суда в законную силу. Срок может быть увеличен в том случае, если одна из сторон подаст апелляцию. Отметим, что судебное заседание по дворцу спорта накануне в общей сложности длилось около пяти часов. Видя съемка была запрещена, в списке нарушений, которые требует исправить прокуратура железнодорожного района Барнаула, осталось семь пунктов. Правда, чтобы их выполнить, нужна серьезная реконструкция здания, заявляет владелец объекта. Например, нужно кардинально переделать потолок. Изначально в списке требований к спортивному объекту значилось 16 пунктов, большую часть из которых выполнили. Добавим, с решением суда представители собственника арены Алтайского краевого союза Организации профсоюзов не согласились и, скорее всего, будут обжаловать вердикт уже в краевом суде. Нет, не согласны. Почему? Потому что все устранили. Все устранено. Ну, здание безопластное, есть экспертное заключение, независимая экспертиза, есть заключение судебной экспертизы. И мы, в общем-то, удивлены, почему доводы не были приняты во внимание. Полностью сняли наказание и судимость. Есть такое решение принял Индустриальный районный суд Барнаула в отношении Натальи Телегиной. Девушку 5 декабря 2017 года приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу об оскорблении верующих и экстремизме. Теперь я не чувствую себя уголовником за картинки. Это очень радует, потому что хоть какая-то справедливость, это уже большой плюс, что у нас вообще так может быть. Видимо, благодаря закону о декриминализации, который президент подписал, плюс исполнительные службы ходатайствовали о том, чтобы с меня досрочно сняли наказание. Заявление на Наталью, которая вела в одной из социальных сетей группу о скандинавских верованиях, написал язычник Евгений Салтыков. Его оскорбило изображение в социальной сети мужской фигуры с молотом Тора, занесенным над горящей православной церковью. Как пояснила женщина, картинка, найденная в поисковике, создавалась для реконструкторского фестиваля в Новгороде и иллюстрировала историческое нападение. Однако суд в 2017 году принял решение, что Наталья виновна, в оскорблении чувств верующих, и лишь почти год спустя снял с нее наказание и судимость. Сегодня обещания могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Обследование проходит в кожано-венерологическом диспансере города. Оно абсолютно и займет всего 15 минут. Такая акция, отмечают специалисты, позволит отследить, сколько граждан инфицировано и оказать больным содействие в реабилитации. Кроме того, жители Наукограда могут заполнить анонимные анкеты на знание способов распространения ВИЧ-инфекции. Отметим, по данным на мае этого года, в крае зарегистрировано более 22 тысяч человек с положительным вирусом иммунодефицита. При этом именно Бийск и Рубцовск – лидеры среди городов края по числу ВИЧ-инфицированных. Кто будет достраивать художественный музей, по-прежнему неизвестно. Заявку строительной компании «Селф» вновь отклонили из-за того, что не была предоставлена банковская гарантия. Ранее власти края надеялись, что именно «Селф» будет завершать строительство музея. К слову, художественный – один из главных долгостроев края. Стройка стартовала еще в 2012 году. Из-за сложного положения компании «Стройгаз», которая оказалась на грани банкротства, в какой-то момент строительство было полностью прекращено. Стоимость работ несколько раз менялась. В крайний раз было решено составить новую проектно-осметную документацию. Ведь из-за простоя в здании образовались дефекты, на их устранение тоже требовали средства. В итоге всего на достройку музея потребуется более миллиарда рублей. Это в пять раз больше, чем предполагалось ранее. В крае устранен дефицит газа в баллонах. На Алтай поступило первые 500 тонн газа. По мнению специалистов, это решит проблему лишь на некоторое время. При этом топливной проблемой решили озадачиться власти региона. По моей информации, достигнуто договоренность 500 тонн газа, но это разовая акция. Предлагаю обратиться к правительству и губернатору Алтайского края, проработать этот вопрос и заключить долгосрочные контракты с заводами-поставщиками. Сейчас на сайте Алтай-Крайгазсервиса перечислены 18 районов, куда в результате разовой поставки поступил газ в баллонах, по 500 тонн будут подвозить ежемесячно до конца года. Таких результатов добилось предприятие в результате переговоров с заводом-поставщиком. Продолжаются они и сейчас, ведь по-прежнему непонятно, кто будет поставлять на Алтайгаз в следующем году. Как пояснит директор краевого предприятия Сергей Владимирцев, главный претендент завод «Сибур», с которым край работает несколько лет, скоро Алтайская компания передаст в краевую администрацию документы с указанием годовой потребности в газе населением края. Дальше пакет документов передадут в Федеральное министерство энергетики. Именно оно и решит окончательно с этим поставщиком работать к краю или искать какого-то другого. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае преимущественно облачно, без осадков. Плюс 14 в Заринске, около 15 градусов тепла в Барнауле, юго-западный умеренный ветер. И напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова